сегодня 3 сентября 2013 года вот коровки возвращаются на дневную лежанку коровы овечки вот вот у нас стадо вот завтра сзади идет иначе лапкин собачки со своей шариком по кличке шарик вот он какой песик умный песик нашему лагеря стану вот он это футбольное поле ворота ребятишки играют а это вот у них волейбол не важно что тут нет никакого бетона наоборот хорошо я вот ходил тут пока тебя ждал смотри тепчак атаковыль такой вот я на землю ставлю и так она выше меня насколько я когда маленький был там третьем классе мы луки делали стрелять и сюда ходили нарезать он делается толстый прямой прямой и когда стрела летит точно цель мы с проволочки делали в виде кулечка надевали это стрела заостренная была вот она какая я нашел когда сейчас пошел там нигде нет а лежу ковылью покрыто целое поле и когда дальше прошел но и увидал вот его взял примерно метр девяносто обычно маленько пониже растет вот лагерь на эту детская площадка эти как играют тут все загорожено было нынче вот 41 год был вот молодец пасченко нынче был за начальника лагеря мы уезжали далеко в дальнее зарубежье виктор николаевич старшенко как старший воспитатель уезжал он был за начальника никого нет это первый раз так мало обслуги мало ребятишек сачели разные деревья мы насадили деревья какие березы стоят вокруг тополя то есть и вот эта девочка прион вне растет тут у нас немножко луку есть хорошие грядки ягоды я даже видать вот можно виноград творя называют это наши кельви вот перед ними видны а дальше увидать пресс один от лагерная на тонком высоком шоссе в небесах вот хлопчики девчонки в платочках а хлопчики при поясах вот это вот как раз вот сегодня у нас 3 сентября 2013 года вторник Володя пасет за Глушкова и Игоря до обеда но мы решили шариком встретить вот еще как все растет видишь вот это даже не могу назвать его это не татарник это что-то другое какой он как колючий красивый видите как и какой он выше роста человеческого вот я стою и насколько еще выше то значит дожди дожди идут все такое пышно эти как красиво наши кельи выглядят ничего нету ни одной копейки от государства за 41 год ни копейки а разных керимовых миллиардеров пытаются как-то задержать это ничего не даст совесть эта дорожка у нас вот влаги оставить от на огородчик у нас тут все влага нет сегодня будет облепиху поел в красную белую смородину крыжовник черноплодная потом яблочки выросли хорошая сада с дороги прям краснеет их надо убрать они искушают кое-кого и крапива везде крапива растет это означает земля плодородная чернозем на плохой земле крапива не растет крапива это главный показатель плодородия почвы в нашей местности сколько тут держит коров только четыре семьи и вот маленькие это называется стадо коров огур 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 а овечки вот этот я даже не знаю как отара вот как отара называется почему так все стадо гусей это рядом он первый год такая красивая большая в поиск пшеница у барабаша он все имеет работает протравливает у него чистая первый год такая пшеница а там все было заросшее трудно было загонять няша такая корова оправляется и заходить ребятишки в сапогах а потом перебували лена барабаш пришла ко мне и говорит разрешите лет нам тут бы сделать это разрешение это моё оно еще стоп как раз во вторник ребят нету сейчас ну и мы сейчас мы завернем мы сделали все это дело все иди с богом малейку поднимем вот наши коровки идут на дневной лизанты лежат куда куда полезно через ограду куда ну-ка вылазь куда ну-ка ну-ка перешагни назад гони я пошла туда куда пошла ну куда ты потащилась ну пойдет туда ну-ка шерешак тут у нас мяша в этом коровкам трудно проходить хорошо что я подошел мы сейчас утром все золотаем вот она теленок один можем выгнать а можно не пускай закрывать сейчас мы залатаем